Все знают, что Гакарин первый полетел. А первая женщина, кто полетел? Молодцы. А первый человек, который вышел в космос? Неонов. Так, взрослые молчать? Дети. Молодцы, правильно. Космонавт под номером 85 Валерий Корзун не надеялся, что его возьмут в звездный отряд. Рост на 2 сантиметра выше допустимого по инструкции. Корзуна позвали в космос в 1994-м, когда появилась программа «Мир. Шаттл». Для него изменили угол наклона командирского кресла на «Союзе» при отправке на орбитальный комплекс «Мир». В дни празднования 60-летия первого полета человека в космос Валерий Григорьевич встретился со щелковскими школьниками в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Сотни глаз из зала внимательно разглядывали человека, который 381 сутки провел в невесомости и четыре раза выходил в открытый космос. Ребята наперебой задавали герою России вопросы о космосе, невесомости и людях, изучающих безвоздушное пространство. Меня зовут Жилина Анфиса. Какой у вас был пульс? Вы волновались сильно? У нас была такая шутка, когда мы выходили в открытый космос и нас сопровождали врачи. Ну я имею в виду, врачи смотрели телеметрию, все параметры. Не только пульс, но дыхание, температура тела, там еще некоторые параметры. И у нас такой был врач, он всегда говорил, у вас самый лучший пульс во Вселенной, потому что во Вселенной находилось, я имею в виду, снаружи станции только два человека. Спросили Валерия Корзуна и о самой большой неприятности, которая случилась с ним на высоте 400 километров над землей. На станции «Мир» экипаж из шести человек во главе с Корзуном проявил героизм, потушил возгорание и восстановил пострадавший сегмент. Но приятных эмоций от полета все-таки было больше. Здравствуйте, меня зовут Миронова Анна, и я хотела вас спросить, что вам больше всего понравилось во время полета в космос? Невесомость, Земля. И знаете, самое главное, ощущение нереальности, потому что трудно осознать то, в каких условиях ты находишься. Меня интересуют планеты, звёзды, новые системы, галактики. Очень всё-таки привлекает тема другой жизни. Космос меня привлекает не изведностью, а его красотой. Эти галактики, которые имеют необычные цвета, которые имеют переливы, это очень всё красивое. Встреча со старшеклассниками у Валерия Корзуна далеко не первая, но всегда перед выходом его охватывает лёгкое волнение. Энергетика зала, она всегда завораживает. Во-вторых, ждёшь всегда такой вопрос, на который боишься не ответить. Мы встречались с многими школьниками в разных странах. Примерно одно и то же, примерно те же вопросы, та же любознательность. Атмосферу праздника на встрече создавали эстрадно-духовой оркестр, участники акробатического светового шоу. Не обошлось без трогательной песни «Трава у дома» в сопровождении экипажа эквилибристов из «Звёздного городка». Выступления лишь усилили представление о загадочности космического пространства, в которое землян позвал Юрий Гагарин. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Продолжение следует...